Сегодня мы с вами поговорим о разнице между ранним и поздним укоренением черенков винограда. Слева на экране вы видите черенки, которые были поставлены на укоренение 6 апреля. Справа черенки, которые были поставлены на укоренение 15 марта. Оба кадра были сделаны на 26 день от начала укоренения. И сегодня я вам подробно расскажу об этом самом эксперименте и обсудим преимущества позднего укоренения. Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству и виноделию. Зовут меня Светлана, я биолог по образованию виноградарь. По призванию с нами все это понятно и доступно. Сразу следует оговорить один очень важный момент. Моей целью не является кого-то переубедить. Более того, этот ролик создается не с целью померяться с кем-то корнями, либо черенками. К сожалению, некоторые воспринимают это именно так. Ролик адресован тем, кто хочет укоренять черенки максимально эффективно и с минимальными усилиями. И все, что вы увидите сегодня в кадрах, все это делается специально, чтобы показать наглядную картину, как может быть. И опять же, цель ролика – помочь укоренять черенки максимально эффективно и с наименьшими усилиями, и, конечно же, с наименьшими потерями. Итак, с этим экспериментом мы взяли черенки трех сортов винограда и поделили их на две равные партии. Одну партию мы поставили на укоренение 6 февраля, вторую партию мы поставили на укоренение 15 марта. Важный момент, который нужно пояснять. При укоренении мы не использовали никаких дополнительных стимуляторов, ни подогревов, ни подсветок, ни корня стимуляторов, вообще ничего. То есть, грубо говоря, укоренение в нормальных домашних условиях. И сразу первый миг, что черенки же долго лежат, они же истощают свои силы, и при хранении потом они будут позже укореняться. Вот смотрите, как хранилась вторая партия черенков. То есть, смотрите, месяц 10 дней эти черенки, вот так просто пакетики хранились на балконе. Сейчас на балконе температура около 8 градусов, но было несколько ниже. То есть, просто в пакете никаких тряпок, ничего не было. Хочу вам показать место укоренения. Вот стол у окна, рядом батарея, но батарея отключена уже, наверное, месяца 2. Здесь место достаточно солнечное. Вот сейчас у нас еще нет 8 часов утра, но видно, что солнышко довольно яркое. Ну, здесь часов до 3 точно, вот такое вот яркое и красивое. И вот именно в этом месте у нас укоренялось, что первая партия черенков, что вторая. Условия абсолютно одинаковые, кроме погоды за окном и даты на календаре. Ну, а теперь уже переходим непосредственно к сравнению. Сейчас вы видите кадры, как выглядят черенки, которые были поставлены на укоренение в марте. Еще раз напомню дату, 15 марта, на 21 день от начала укоренения. Смотрите, красиво, с хорошей дружной листвой. И на 21 день у нас появляются первые корешки, ну и видно, что остальные, в принципе, на подходе. Ну, а теперь смотрим, что у нас происходит на 26 день. Почему 26? Ну, потому что вот так у меня получается по времени снять. Значит, еще раз кадры, что было на 26 день у первой партии, укоренившейся 6 февраля. И то, что 15 марта. Во-первых, красивые зеленые побеги, да, такие довольно дружненькие. И смотрите, у нас тут корешки. Ну, тоже довольно дружные. Я вам даже скажу, что кое-что я уже обломала. То есть, как минимум, раз, два, три. А вот у этого были корешки. Ну, а остальных на подходе. То есть, укоренение такое, я бы сказала, довольно дружное. Напоминаю, что в первой партии, которая укоренялась 6 февраля, у нас первые корни появились только на 33 день. Здесь первые корни на 21, то есть, как минимум, 10 дней у нас разницы. И теперь, пожалуй, самое главное, что я хочу вам показать. Смотрите, вот эти вот, на 15 марта поставили. Да, вот эти, те, которые были с 6 февраля, они высажены в баночки. Ну, выглядят так себе вообще. Вот идем тут более-менее. И то, смотрите, ну, насколько прирост, да. Что там прирост, что здесь прирост, разница. Глобально нет. Эти вообще бедно мучаются. При том, что, я сейчас тоже знаю, что напишут кучу комментариев. Ты ничего не имеешь, ты там, вот, неправильно все делала. Надо светить, надо увлажнять, надо греть, надо еще что-то. Опять же, напоминаю, подчеркиваю. Все это делается в нормальных условиях. Просто на подоконнике. На тех подоконниках, которые есть у большинства людей. Потому что, опять же, не у всех есть возможность создавать какие-то специальные условия. Касательно грунта, это был обычный грунт, в котором, кстати, вот даже покажу сейчас кадры, прекрасно растут мои другие растения, да, и все их устраивает. И стояла вся эта красота ровненько на том же подоконнике. Что эти укоренялись, да, что эти, это все стояло рядышком. Ну, разница очевидна. Вот, кстати, смотрите, эти, я их не высаживала. Это из той же партии первой. Я их не высаживала, они стояли в довольно таком темненьком месте. Вот кадры, да, но выглядят они несколько получше, чем в земле. И я уже говорила в одном из роликов, что попробуют этот эксперимент продлить и посмотреть, как они доживут до мая именно стоя в воде. То есть, вот вам наглядная разница. Мы ничего не выиграли абсолютно, да. Те, которые мы поставили позже, у них же должны были питательные вещества расходоваться на хранение, да. Они же должны были полежать, подсохнуть. Они не выглядят хуже. Они выглядят даже лучше, чем те, которые мы поставили укоренять раньше. Почему? Ответ, на самом деле, банальный и очевидный. На укоренение влияют факторы внешней среды. Тепло, свет, влажность воздуха. И когда мне начинают рассказывать, что я его там укореняю в январе, все укореняется. Это классно, вы укореняете, но вам для этого надо подогреть, там, увлажнить, да, еще что-то. Создать специальные условия. Опять же, вот комментарии к предыдущему ролику. Надо подсвечивать, надо то, надо сё. Надо. А можно сделать, без этого можно воспользоваться. Светом за окном. И даже 15 марта, это рано. Можно было поставить 15 апреля и получить тоже замечательные результаты. Прорастать им легче. Почему? Потому что стало тепло, потому что стало много света. Внешне, вернее, отопление, да, в квартире отключено, и становится жарко от солнца, мы открываем окошко, влажность становится нормальной. Вот вам весь секрет. То есть, да, можно укоренять рано и потом вот создавать все эти условия. Но если вы проращиваете 2, 3, 5 черенков, ну, это не всегда имеет смысл. Можно воспользоваться вот естественными вещами. Во-первых, естественным циклом растения, да, вот оно поспало, сколько ему надо. И мы ставим его на укоренение, плюс уже тепло, плюс уже светло. Всё, и нам не надо никаких танцев танцевать. И опять же, смотрите, почему я говорю, что можно ставить 15 апреля. У нас так сложилась погода, что у нас весна пришла на месяц раньше. Вот сегодня у нас 10 апреля, у нас сады зацвели. В Минске цветут косточковые, в Минске цветут красные тюльпаны под окном. Обычно они цветут на 9 мая, ну, косточковые там в районе 1. А у нас уже всё цветёт. Вот сегодня похолодало, вчера мы ходили в платьях, в лёгких, потому что было очень жарко. Это не первый жаркий день, неделю назад у нас тоже, мы уже успели и загореть. И то, смотрите, на самом деле повезло. Вот у нас пришла весна на месяц раньше, да, и март был тёпленький, солнечный. Вот они на окошке подогрелись. А пару лет назад я снимала ролик, даже рассказывала, что у нас там за весь март один солнечный день был. Всё остальное теми, угла. И поэтому, да, можно не спешить, можно ставить позже. Прекрасно ваши саженцы вырастут и вызрют, и всё с ними будет хорошо. И при этом вам не надо будет затрачивать свои усилия. Конечно, конечно, можно греть, светить и прочее, прочее. Выбор каждый делает сам. Я вам расскажу, как можно сделать проще и легче. Ну, ещё такое маленькое дополнение, немножко не по теме ролика. Если вдруг получилось, что у вас такие вот бедненькие, страшненькие малыши, которые мучаются, что делать, как им помочь. Максимально отправлять их в естественные условия. Если нормально тепло, можно выставлять на балкон. Там всё-таки влажность другая, там растению легче. Если есть теплицы, можно выставлять в теплицы, тоже им там будет проще, им там будет легче. Там для них всё равно большая свобода. Единственное, что если с темноватых квартир выставляете, то первые несколько дней притеняйте, потому что им к солнцу надо привыкнуть. Если у вас такие замученцы, и вы уже понимаете, что, в принципе, заморозков не будет, и можно высаживать в открытый грунт, высаживайте, выпускайте их на волю, тому будет легче, и там у них шансов выжить, поверьте, гораздо больше. Надеюсь, ролик был вам полезен. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео, нажав кнопку «Щё», ссылка на каталог наших сортов винограда и наш контакт. И до новых встреч!